Все бежит, вон видно, как хорошо бежит. Вот все, порог, все тоже бежит. У меня шеют, каждый раз протирают, двери не закрываются. Вот тут у меня все отпало. Вот эти обои, все отлетает, только так вот обои. Дождь в квартире. Иван Лях участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. А это бедствие в своей прихожей не может победить вот уже девятый год подряд. Все это время он пишет заявление в управляющую компанию. Периодически получает ответы. То, что на счете дома не хватает денег, то, что ремонт кровли вот-вот состоится. И все эти годы с потолка практически беспрерывно льется вода. Каждый раз обещают. И хорошо обещают. С понедельника, следующей недели объявление это видели. С августа месяца там висит. Приходили и даже в метод я говорю, скоро ли это. Все на следующей неделе начинаем. Только не сказали, какого месяца, в каком году. Не ходил сначала. Сейчас стал ходить. Уже скоро, наверное, там буду жить. Я сказал уже сегодня, что надо расходушку, чайник взять. И там у них, наверное, уже какая жить, там хоть не топит. Я им так и сказал. В последнее время они лазили там идти. Хотели что-то ремонт там делать. Понатревали еще хуже того, что там. А потом сейчас ладку сделали, два с половиной метра рубироиду. До стакана, который сливной-то. Где-то вот так вот не дошло. И приделали такие полосочки. Ну, как типа стяжки там такое, это самое все. Тоже с рубироида. И все. И вот дождь после этого. Первый дождь. И вот такая. Веселая копель несется по проводке. Течет крыша. У жильцов текут. Слезы страдают. Не только жители пятого этажа заливают. И четвертый, и третий. Терпение подошло к концу. Вы жительница четвертого. У вас такая же проблема. Да, вот отсюда все вот туда уходит. И на площадке до третьего этажа хочется этого, да. Вот у нас собрание проходили насчет крыши. Все это говорили, говорили, говорили. Вроде нам уже тут ремонт. Решили как бы будем делать. И вот проблема опять что-то там. У нас уже тарифы увеличили. Мы тоже на собрании решили увеличение тарифов. С Нового года, я извиняюсь, с Нового года платим уже 690 плачу. А до Нового года платил 310 рублей. Мы на третьем этаже живем. У нас уже давно бежит по стене. Началось с пятого этажа. И, наверное, уже добежал до первого этажа, я думаю. Мы уже загородили стену, чтобы не видно было. По обоим везде было снег. И вот у нас Новый год вообще у всех праздников у нас потоп. Долго ли еще вести эту коммунальную войну со стихией, здесь не знают. Жители дома номер 51А по улице Грина готовы идти в прокуратуру. Но это не означает, что крышу починят тут же. Практически сразу после отъезда нашей съемочной группы Иван Лях обнаружил, что вода бежит не только в прихожей, но и уже по стене между кухней и комнатой. Продолжение следует...